Дешевыми тарифами разруху победит, нам ниточку прокиньте, за Байкал в три. Дайте нам газ, дайте нам газ. Эй, Миллер, дай нам газ, дай нам газ, кругом грязь. Миллер будто услышал из-за байкальцев, читающих рэп, ради того, чтобы в регион провели газ, и губернатора, чьё выступление в Совете Федерации, пусть и без речитатива, но произвело должный эффект. Всё-таки для нас это в значительной степени ещё и очень большая экологическая проблема. Александр Михайлович, понятно. Здесь минуту, может быть, вернее, 10 секунд лучше увидеть один раз, чем много раз услышать. Да, покажите, просто ещё много желающих выступить. Виквально 20 секунд. Да, пожалуйста. Читает, задыхается. У нас самая высокая онкология, в стране имеется газ. Почему-то газ противно мимо нас. Превышение идут более 10 типа ДК. Если брать вот первую, вторую декаду декабря, то содержание в воздухе бенцепирена было в пределах 20-40 ПДК. Мы видим, что идёт превышение терроводорода. Почти 2 ПДК. Очень много пациентов. Десятки тысяч страдают хронической обструктивной болезнью лёгких. И из этих людей, ну, примерно 500-600 человек ежегодно умирает. Спасибо большое. Прошёл молодой энергичный губернатор. Хочет, старается делать, но ему надо помогать. Из утопии в реальность. Новость о том, что Забайкалье, наконец, будет обеспечена газом, озвучил сам Алексей Миллер Владимиру Путину. Газификация российских регионов стала главной темой встречи главы «Газпрома» с президентом страны. Мы планируем в ближайшей перспективе полностью обеспечить в потребности в Газе таких районов Восточной Сибири, как Красноярский край, как Иркутская область, как Республика Бурятия, как Забайкальский край. И без сомнения решить экологические проблемы, которые ещё у нас есть в некоторых крупных промышленных центрах Восточной Сибири. В каком сейчас состоянии вот эта работа по соединению с Сибири? Значит, придён предварительный технико-экономический анализ, который дал положительный ответ о том, что это целесообразно и экономически эффективно. А дальше больше. После встречи президента с Алексеем Миллером тему газификации Забайкалье в деталях обсудили в Совете Федерации. В частности, обсуждались два варианта поставки топлива. Первый вариант газификации предусматривает строительство отвода от магистрального газопровода «Сила Сибири-1» по маршруту Сковородино-Чита-Улан-Удэ. Второй вариант – строительство отвода от газопровода «Иркутск-Улан-Удэ-Чита». По словам зампреда правительства Геннадия Гусева, сейчас региональным властям поручено подготовить необходимые документы, чтобы выбрать наиболее удобный вариант газификации Забайкалья и двигаться в этом направлении дальше. И до победного пока в каждом Забайкальском доме не появится долгожданное голубое топливо.